о человеческих достоинствах. И сегодня мы дошли к качеству, которое есть в каждом нормальном человеке, без исключения. В принципе, все вот эти вот качества, которые мы изучаем, они есть, это как установки по умолчанию, то есть это как программы, программы, которые есть в каждом человеке. И мы сейчас их рассматриваем с точки зрения Торы, как эти программы влияют на главную конечную цель жизни человека, удостоиться вечной жизни, жизни в грядущем мире. В этом мире все мы знаем, есть, ну просто логика, да, закон сохранения энергии, что все переходит во что-то, то есть каждое вещество переходит в какое-то другое вещество, энергия, закон сохранения энергии, все идет как бы, ничего не исчезает. Да, вот мы посмотрим, например, что мы возьмем. Возьмем мы растение, да, какое-нибудь растение. Вот выросло это растение, значит, корова съела растение, растение превратилось в часть коровы. Человек съел эту корову, значит, корова превратилась в человека. Человек, значит, он живет, 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 выдает он какой-то продукт физически. Он корову съел, ему же надо что-то делать, он пошел на поле, посадил траву, значит, траву съела корова, человек убил корову, съел корову, набрался сил, пошел, посадил еще траву, то есть все идет круговорот такой, все идет по кругу, теперь почему, вот откуда может взяться мысль, что человек может исчезнуть, что человек, венец творения, да можно сказать, самое развитое существо в этом мироздании, почему человек вдруг должен исчезнуть, когда, зачем тогда было ему появляться, вот, поэтому даже с точки зрения лодики, без веры, а просто по лодике, есть следующий уровень, то есть жизнь человека, это подготовка к следующему, next level, теперь и проходя этот мир, жизненный путь, мы работая над собой, с помощью трех главных инструментов, Тора, заповеди и добрые дела, взаимоотношения друг с другом, мы себе делаем и хорошую жизнь в этом мире, или нехорошую, и жизнь, делаем себе вечную жизнь в грядущем мире, теперь книга вот эта, написана тысячу лет назад, ее написал неизвестно, мы не знаем, кто ее написал, он скрыл себя, почему он скрыл себя, а есть закон, он здесь об этом писал, скромность, то есть если ты скромный, если ты скрытный, если ты служишь Всевышнему в тайне, то твое служение, как бы коэффициент полезного действия, он весь идет в духовный мир, то есть у тебя, как знаете, вот работает двигатель, да, двигатель работает, если у него трение маленькое, то энергия работы двигателя, она больше, то есть, а если трение большое, то на трение уходит много энергии, и это трение превращается в тепло, например, да, это тепло может сжечь двигатель, теперь, когда человек делает добрые дела, учит Тору, то у него, вот если про это знают, и его прославляют, и он становится известный, то это как трение в двигателе, оно снижает его эффективность в духовном плане, и часть его вот этой вот работы идет на этот мир, тоже неплохо, то есть если человек, он добрый, он праведник, у него хорошее качество характера, и здесь он тоже получает хорошие какие-то дивиденды, бонусы, отлично, прямо есть, мы каждое утро говорим, есть заповеди, плоды, за которые человек кушает в этом мире, а основа награды, она ему идет в духовный мир, в мир грядущий, тоже отлично, то есть, ничего здесь плохого нет, человек учит Тору, он умнеет, его мозг становится более острый, более сфокусированный, более глубокий, отлично, это побочный эффект от Торы, но главный эффект, это он как бы вырабатывает ту валюту духовную, да, как вот мы сейчас понимаем, он вырабатывает биткоин, да, себе, на вечную жизнь, и когда он умирает, его спрашивают, сколько у вас на счету денег, а Нинели Миляева говорит, а я, говорит, вообще ходила на уроте Торы, ходила на, вот, на Вайкра уроте, и я поддерживала уроте Вайкра, и говорят, о, так это у вас сейчас там на счету биткоина, биткоина, потому что Вайкра миллион часов просмотра уроков Торы в месяц выдавала, а вы поддерживали, значит, у вас есть, вы не просто сами учили Тору, вы еще и распространяли Тору, получается, этот цвет, у вас на счету, как, знаете, в MLM, человек как-то у меня обучался в свое время, где-то 2010 год, был такой Алексей Севрук, он был мировой лидер, мировой лидер в Арифлейме, Арифлейм, да, и он был в Арифлейме мировой лидер, и я у него даже в то время брал интервью, как он стал лидером вообще, как он стал таким вот, ну, он известный был человек, встречался чуть ли там с шведской королевой, а сам он из какого-то вообще там села или Кременчук, ну, в общем, откуда-то такой он парень, простой парень, да, и тут он, значит, ему полмиллиона долларов чек дарят, самолет за ним присылают, он мировой лидер был. И я ему говорю, как вообще, как ты это? Он говорит, а я с одной женщиной хорошо поговорил, по-доброму так поговорил с одной женщиной, и говорю, женщина, говорю, вот вы знаете, вот вам хорошие там помадки, вот, и все, а вы можете еще бизнес на этом сделать. Рассказал ей, эта женщина, она такая была активная, эффективная, и она, эта женщина, потом создала огромную структуру, значит, там, я не знаю, тысячи людей, которые продавали этот Арифлейм, я с одной этой женщиной заработал 800 тысяч долларов комиссионных, ну, как бы, потому что он же с ней хорошо поговорил, объяснил, пригласил. Получается, что ему в этом мире один разговор хороший с доброй женщиной с тренних лет принес 800 тысяч долларов. Получается, ну, у него плюс была большая другая команда, знаете, как этот, мульти-левел маркетинг, Арифлейм. Алексей Севрук, можете у него прямо спросить, значит, прямо вот, это я лично от него слышал. Что получается? Когда вы учите Тору, да, вы в этот момент подключаетесь ко Всевышнему, к этому божественному свету. Когда вы делаете заповеди, вот Саид знает, наверное, да, ну, Севрук с Украины, лидер, международный лидер Арифлейма. Значит, когда вы выполняете заповеди, вы свое тело присоединяете к этой Торе, которую вы выучили. Потому что, когда вы Тору саму понимаете, эта Тора – это свет, вы через Тору присоединились ко Всевышнему, потом вы сделали заповеди, вы свое тело активировали и присоединили к этому же свету, и потом добрые дела вы людям, значит, людям вы несете свет. Почему добрые дела входят, это заповедь, это понятно. Но я думаю, что добрые дела все-таки больше человеку обеспечивают хорошую жизнь в этом мире. То есть он добрый, он уподобляется Всевышнему, но так как человек в этом мире, он все равно завязан, мы социальные существа, мы социальные существа, то вот эти вот добрые дела – это проявление Торы. То есть они просто создают вот эту вот инфраструктуру, в которой людям будет хорошо жить. И они являются проверкой, наверное. Тут еще, знаете, есть такой момент, что то, как ты соблюдаешь, изучаешь Тору, да, Божественный свет, отлично, тут потом, как ты молишься, можно молиться прекрасно, а вот как ты с людьми обращаешься – это проверочка. Это такая латмусовая бумажка, которая высвечивает реально, что у тебя внутри, насколько ты близок ко Всевышнему. Поэтому очень важно, значит, на этом делать тоже акцент, проучивая, да, как правильно общаться с людьми. Первый закон – это никакой лошонара, никакого злоязычия. То есть если человек, как говорил царь Давид в Таилим, в Салмах, он говорил так, кто человек, жаждущий жизни, меи шахафет скаим, оэв я мавли рот тоф, кто любит все дни, видит добро. У меня всегда был вопрос, это он уточняет, вот жаждущий жизни – это тот, кто видит добро. То есть это или утвердительно говорится, или это продолжение вопроса, как бы, кто человек, жаждущий жизни, который все дни жизни хочет и любит видеть добро. Или это вопрос, а потом идет ответ. Или это уже начало ответа. Меи шахафет скаим – это вопрос, кто человек, жаждущий жизни. И начинается ответ. Тот, кто любит все дни свои, видит только добро. То есть тот, кто фокусируется на добре. И дальше идет объяснение, тоже в любом случае ответ. То есть вот эта часть, это может да, может нет. Я спрошу, кстати, надо поспрашивать у таких великих раввинов. А дальше идет простой ответ. Значит, То есть это первое правило для человека, который жаждет жизни, который хочет с Богом быть в хорошем, в хороших с Богом людьми. Останови язык свой от злословия. Не говори негатива. Ни про себя, ни про других. Вообще не говори негатива. Что значит останови уста от искажения? Мы все время искажаем. Любое описание, которое человек дает, любые оценочные суждения, любые прилагательные, это уже мирма, это искажение. Ни одно описание не является тем, что оно описывает. И значит лучше молчать, потому что любое описание, любое объяснение, любой прогноз, любая передача какой-то идеи, это уже всегда, всегда, всегда искажение. Вы свадаем сур мира, отодвинься от зла. Вы осетов, то есть отодвинься от зла и делай добро. То есть это же очень просто. Делай, 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 делай добро. То есть ты не можешь одновременно думать о плохом и думать о хорошем. Делать плохое и делать хорошее. То есть для того, чтобы сдвинуться от плохого, надо передвинуться на хорошее. Это очень интересно, как вот сейчас я много занимаюсь темой счастья. Я наблюдаю, как люди, которые начинают благодарить очень много, настойчиво прям благодарность, благодарность без остановки, они избавляются вдруг от вредных привычек. Просто шок. Они говорят, какая связь. А оказалось, что человек, который обращает внимание все время на добро, благодарит, 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 у него выделяется много дофамина. Дофамин, который у него уделяется, он дает ему ощущение полноты жизни и радости. И ему не надо забивать боль алкоголем и наркотиками. Потому что алкоголь и наркотики это обезболивающее. Когда человеку плохо, ему нужны постоянно какие-то допинги. А почему ему плохо? Он все время живет в ложке и дегтя. А он прямо видит вокруг только грязь. Только плохое. В людях, в себе. Читает новости только плохие. Все. Потом ему плохо. Значит, рука тянется к стакану, выпил. Его как бы чуть-чуть ему сбило программы. Типа ему легче стало. Если он видит хорошее, ему не нужно сбивать боль. Это удивительный эффект. Я сейчас наблюдаю у многих людей. Идет те, кто занимаются счастьем своим, по системе 10 шагов счастья. У них идет освобождение от вредных привычек. От заедания, стресса. У них нет стресса. Сегодня я с одним раввином. Равин. И этот раввин сейчас очень сильно болеет. Вот мы сейчас с ним выходим в синагодию. Умнейший гений в Торе. Вообще. Такое жалко очень его. И он меня спрашивает с таким беспокойством. Он говорит, ну что там в Украине? Какая ситуация? Я говорю, вы знаете, в Украине все слава Богу, потому что Всевышний, он же занимается Украиной. Я вообще не занимаюсь Украиной. Я, значит, могу только молиться и считать, верить в Бога, что он знает, что он делает. И у Всевышнего точно есть какой-то план. Всевышний точно разберется, со всем разрулит. Я говорю, в Украине все слава Богу. Он как? А он прямо очень нервничает. Он сам американец. Переехал в Израиль уже там 150 лет назад. Живет в Израиле. Ни слова по-русски. Не имеет никакого отношения вообще, ну, ни к Украине, ни к России, ни к чему. Он беспокоится. Почему? Ну, все время там, ну, видно, он читает новости какие-то. И он именно трактует это все негативно. Я верю в Бога. Я знаю, что у Бога точно есть планы. Раз до сих пор мир существовал без моего участия личного и без моего волнения, значит, как-то он без меня и дальше просуществует. И я ему говорю, все, слава Богу, все отлично. Да так. Ну, когда он да так. Ну, и он вспомнил, действительно, это и есть подход религиозного человека. Бетахон. Уверенность во Всевышнем. Все будет хорошо. И заниматься чем? Благодарить Всевышнего, учить Тору, делать заповеди и улучшать тот кусок мира, на который вы имеете влияние. То есть, у каждого из нас есть очень маленький кусочек мира, который в основном, это ваше тело. Вы имеете на тело влияние. Займитесь телом. Вы имеете влияние на свою голову. Займитесь своей головой. Займитесь обучением. Займитесь своей семьей, своей работой. Своим кусочком мира, и как только в этом кусочке мира у вас будет свет, радость, шалом, чистота, заповеди, все. Дальше распространяйте, распространяйте это на близких своих, на свой близкий круг. А дальше пойдет цепная реакция. То есть, это как бы, мне кажется, что вот это вот, это тот рычаг, который реально повлияет на мир в Украине. Да? Потому что, если мир будет у каждого в душе, и каждый над своем высоком духовном уровне помолится и скажет Всевышнему, Всевышний, ну, хватит уже, ну, реально, как бы, давай уже Машеха, хотим Машеха, вивонт Машеах, нау, давай уже третий храм, чтобы с неба опустился. Все, так и будет. Хорошо, переходим к уроку, что-то сегодня было длинное очень вступление. Значит, врата Лени, глава Врата 16, то есть качество 16, это качество, которое есть у каждого из нас, в большей или меньшей степени, называется оно на иврите Отсланут. Пишет автор этой книги, лень это очень дурное качество. У человека, в котором это качество преобладает, испорчены все дела этого и будущего мира. Представляете? Все, и этого мира ты теряешь изоление и будущего. О нем сказал царь Шломо, в притчах прямо про лень царь Соломон, наверное, процентов 10 он говорит, в притчах царя Соломона, о ленивце и о его негативных качествах, которые ему мешают жить. Значит, здесь он начинает первое, вспоминает автор этой книги, 24 глава 30-31 отрывки, говорит царь Соломон, я прошел мимо поля лентяя и возле виноградника, человека безрассудного. И вот зарос он весь колючками, покрылся терновником и каменная ограда его обрушилась. То есть, так как притчи царя Соломона это многоуровневая, очень глубокая такая система, которая, с одной стороны, говорится здесь, ну, по простому смыслу, вот поля лентяя, а вот виноградник, человека безрассудного, который не управляет своими эмоциями. Да, и так, лентяя это тот, кто не управляет, в принципе, своими эмоциями и которые позволяют своей ленивой корове, значит, его оставить в кровати. То есть, это качество, которое, ну, вот рядом они, да, лентяя это уже результат, а человек безрассудный, который не может рационально управлять своим телом, это причина лени. И вот, значит, по простому, прошел он мимо поля лентяя и возле виноградника, человека безрассудного, и вот зарос он весь колючками, покрылся терновником, и каменная ограда его обрушилась. Значит, смотрите здесь, как интересно. Здесь идет речь о разуме. И ленивый разум, он уподобил разум лентяя полю лентяя. Не обрабатывая свое поле, лентяя не только не получают урожая, он еще и выращивает дурно, вроде колючика и терновника, который портит урожай. Если даже он потом постарается вырастить урожай, он его потеряет, потому что обрушилась каменная ограда, а починить он ленится. На поле забредает скот, приходят воры и забирают все. И, значит, каменная ограда разрушилась, каменная ограда очень прочная, но она разрушилась из-за лени хозяина. Он вовремя не починил то, что требовало починки. Значит, разум человека ленивого, он не просто не выращивает никакого полезного продукта, но он зарастает мусором, потому что разум, он не может остановиться, его он не стоит. Теперь, если ты вырабатываешь полезный продукт, то есть ты, что такое вырабатывать полезный продукт? Чтобы что-то вырабатывать, ты должен что-то получать. Значит, разум человека, который хочет выдавать полезный продукт, он утром пришел на урок Торы, поучился, потом он записал себе выводы и резюме из этого урока, потом он в течение дня он это резюме каким-то образом начинает применять в своей жизни, и у него семена, значит, семена, он засадил семена в своем разуме. Дальше, встречаясь с каждой новой ситуацией, человек разумный, он берет и думает, так, есть у меня автоматическая реакция, это как сорняти, есть у меня реакция уже высокая духовно-рациональная из Торы, что там Тора говорит по этому поводу, не помню, вот как мне сейчас, мне ответить ему так же нагло, как он мне, или будет более правильно, красиво, с точки зрения Торы, не ответить, мне сейчас помолиться Всевышнему, чтобы он там, было ему плохо, или мне наоборот, помолиться Всевышнему, чтобы он исправился, о, вот это круто, но что-то я вот точно не понимаю, как мне здесь поступить, позвоню-ка я Раву Якову Шатадину, узнаю, что Тора говорит по этому поводу, Рав Яков Шатадин говорит, мне нужно спросить у Рав Бенцона Зильвера, например, да, я тут не понимаю, и пошло, поехало, значит, человек по каместь, а он в этот момент сидит и получает себе на счет баллы, баллы, баллы на духовный счет, почему? Потому что он не дал своему животному первому инстинктивному началу отреагировать, а он решил поступить по Торе, и уже само его решение, пока он ждет, чтобы понять, как правильно поступить, это решение, так знаете, есть изометричные упражнения, когда ты берешь, например, медленно-медленно там что-то, или держишь на одном месте, и казалось бы, ты же не упражняешься, если вот так руки держать, а бицепс-то работает, просто он работает по чуть-чуть и медленно, и если ты в одном положении держишь руки долгое время, это тоже упражнение, которое развивает, то же самое, если ты не делаешь, ожидая, что скажет тебе Тора, в этот момент ты становишься человеком, который называется долготерпеливый, ты управляешь своим духом, то есть ты можешь останавливать, у тебя появляется уже система управления, когда ты высшей частью своего интеллекта, рациональной частью, наокортексом, ты управляешь над своим животным началом, инстинктивное животное начало, нефиш-беймид это называется, оп, ты уже духовный человек, оказывается, духовный, рациональный, с самообладанием, ну там, все плюсы, а что лентяй, а лентяй, он, он просто, его куда понесло, туда понесло, и в этот момент, в этот момент, у него начинают расти сорняки, потому что внутри там мы все просто животные, просто обезьяны, внутри имеется ввиду по строению, и вот обезьяна, посмотрите на обезьяну, то есть если человек отключит свой наокортекс, свои духовные, свои качества, знания, вот сидит обезьяна, сидит она, значит все, банан съела, смотрит, там другая обезьяна пошла, он думает, ну что там, эту обезьяну сейчас, или я ее сейчас, это самое, размножу с ней, да, или она со мной, вот он смотрит, думает, или она у меня сейчас банан заберет, или я у нее банан заберу, все, животные, какие у них еще, эти самые, поесть, и размножиться, вот у них вся жизнь, у животных, да, и лентяй, значит он сидит, и у него, значит в жизни нету шансов, потому что, само по себе вырастает только сорнити, теперь, если человек ленивый в учении, заповедях, лентяи любят отдыхать, и потому заповеди для них трудны, а изучение Торы тягостное их душам, и они бегут из дома учения, туда, где могут отдыхать, и о них сказал царь Соломон, лень наводит сон, значит, также в шестой главе сказал царь Соломон о ленивце, его как бы технология, да, немного поспать, потом он проснулся, немного подремать, немного полежать, сложив руки, и пишет царь Соломон, и что, и придет как путник бедность твоя, он почему-то здесь остановил, а там написано, как человек с оружием, придет нужда, здесь тоже очень интересно, царь Соломон, прям там каждое слово, это как формула, человек поспать, спать всем нужно, всем нужно спать, человеку нужно восстановиться, не доспал, значит, у тебя в организме создается, создается недостаток энергии, сна, у меня вот есть часы Гармин, они каждое утро мне показывают, доспал я или не доспал, они мне пишут, сегодня ты не доспал, тебе нужно там 40 минут, еще днем поспать, например, или там вечером доспать 40 минут, потому что тебе не хватает сна, ты не восстановился, организм недополучил то, что ему нужно, там есть фазы сна и так далее, то есть понятно, сон нужен, но теперь бывает, что проснулся человек и лежит в кровати, он уже не спит, и он уже ничего не делает, то есть это уже к сну не относится, он просто лежит, валяется, это подремать, ну хорошо, подремать это еще такое состояние, более-менее отдыхаешь ты, ну что дальше, а потом просто полежать, сложив руки, это уже все, вот здесь уже, это уже лень настоящая, и что дальше, и придет как путник бедность твоя, вначале бедность приходит как путник, тебе не хватает, тебе не хватает энергии, первое, чего не будет хватать, это энергии, человек, который мало двигается, у него с каждым разом нет сил, у меня мама, дай бог ей здоровья, у нее деменция, все, и она где-то, пока не жили в Германии, она уже года три не выходила из квартиры, не хотела выходить никуда, все, и вот она сидела там, сидела, все, она уже была при смерти, приехали мы в Израиль, она при смерти, у нее деменция, она ходить не может, ничего не может, потом, потом я говорю, мам, ну давай один раз присядем, уговаривал ее, она вообще слышать не хочет, один раз она встала с кресла, два раза она встала в кресло, три раза она встала с кресла, сейчас она уже встает с кресла, каждый день там, три подхода минимум, три подхода по 15 раз, она встает с кресла, и она входит, гуляет, у нее есть помощница, которая с ней вместе ходит, гуляет, Так, вчера она установила там рекорд, какой-то она круг прошла за 5 минут большой, никогда раньше так быстро не проходила. Слава Богу, уже прошло 3 года с того момента, как она, значит, переехала в Израиль из Германии. И сейчас она каждый день гуляет где-то по часу, она ходит пешком, приседает и все. Не, значит, оказалось, все началось с одного приседания. То есть первое, что ленивый получает как результат своей лени, приходит к нему бедность. Бедность это не обязательно финансовая бедность. Бедность это недостаток. Ему не хватает энергии, ему не хватает интереса в жизни, ему не хватает. Потом после этого приходит нужда, как человек с оружием. А уже когда следующая стадия, она уже над тобой властвует, ты уже из нее часто даже не можешь вылезти. Уже все. Поэтому сейчас нужно встать, поделать минуту упражнения, не начинайте больше минуты. Минута, 30 дней, минута. И учите себя включаться на 30 секунд, на минуту, на один раз. То есть все время вот этот момент, что типа я хочу сидеть, но я себя включаю. Я хочу лежать, но я себя включаю. То есть чтобы вы научились себя включать. И дальше, когда вы умеете себя включать, дальше вы включение это распространяете на более длинный срок. И в итоге можно быть целый день включенным. Все. Значит, завтра мы продолжим. Сегодня мы дошли до первой части этой книги. А этого про лень. Завтра у нас есть тут большое продолжение. Все, дорогие друзья. Чтобы с Божьей помощью, Божественный свет, который мы с вами создаем, каждый из нас использовал на улучшение своей жизни мира. И глобально, чтобы в заслугу того, что мы учим Тору, распространяем Тору, чтобы наступил в конце концов мир во всем мире. Чтобы зло исчезло. Чтобы зло исчезло. И чтобы в мире был только свет, добро, любовь, хорошее отношение, расторопность, добрые качества. Все. Всем всего хорошего. Встречаемся с Божьей помощью завтра в 10.00. До завтра. Спасибо вам, что приходите на уроки и поддерживаете платформу Вайкра.